Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим об эфириуме, но конкретнее будем обсуждать эфириум к биткоину. Я хотел выпустить это видео уже очень-очень давно. И я сижу сегодня здесь с эфириумом к биткоину примерно на точка 038.039. Вы можете видеть, что если мы перейдем на более короткие таймфреймы, он попросту скакал между этими уровнями. Вот точка 0383 и здесь точка 0393. Это то, где эфириум к биткоину сидит сегодня. Одна из вещей, которые я упоминал ранее, это фракталы 2016 и 2019. И если вы посмотрите на любой из этих фракталов, он укажет на то, что дно для эфириума к биткоину произойдет очень скоро. Почему я это говорю? Ну, давайте посмотрим. Если вы посмотрите на 2016, кстати, если вы не знакомы с этими фракталами, просто чтобы вы понимали и понимали, как это похоже. Вот здесь вот есть пик и уменьшенный максимум. Но между этим уменьшенным максимумом и пиком есть минимум области, который установлен. И вы можете видеть, здесь это тоже произошло. Между этими двумя пиками есть установленный минимум и эфириум к биткоину спускается обратно к этому минимуму, консолидируется над ним какое-то время и потом в итоге пробивает поддержку. И здесь он сделал точно то же самое. Для меня это постоянно выглядит как комбинация 16 и 19. Это не 16 и не 19. Это похоже на 16 в том плане, что есть ложник в середине года, также как было в этом году. И потом он спустился вниз и нашел дно. Но это выглядит как 19 в том плане, что он пробился устойчиво в июле. И это то, когда он пробился в 19. Прямо перед срезом ставок. Когда я на это смотрю, это очень похоже. Ощущается как 16 в каких-то аспектах и также как 19. И я думаю, ребята, это не 16 и не 19. Это 2024. Так что он будет немного отличаться. Но в плане времени. Когда эфириум к биткоину пробил минимум области на недельном закрытии. Недельное закрытие под минимумом области. Вот это минимум. Можно сказать, что это было здесь. Заняло примерно 7 недель для того, найти дно в 16. Если вы посмотрите на 2019. После пробития минимума прошло примерно 8 недель. Итак, 7 недель и 8 недель. Итак, как много времени прошло? Вот минимум. Похоже, что он пробился под него на неделе 22 июля. И уже прошло 8 недель. Прошло 8 недель уже. И в плане времени было бы опасно предполагать, что он пойдет сильно ниже. Он может пойти немного ниже, но будет опасно предполагать, что он пойдет сильно ниже в плане времени. Когда действительно будет дно, может быть на этой неделе, может быть на следующей, я точно не знаю. Но моя догадка в том, что это произойдет очень скоро. Присоединяюсь к словам Бенджамина Коуэна, друзья. Тоже считаю, что эфириум BTC вот уже практически мы находим дно где-то плюс-минус там на этой, на следующей неделе. Возможно, мы его уже нашли. Да, если мы смотрим по TRDR, опять же, на это очень похоже. Вот здесь у нас были экстремумы, эфириум BTC. Мы редко смотрим альткоины по TRDR, но здесь явно был хороший откуп. Посмотрите, вот в этой области. Вот в этой области нас откупили по эфириум BTC. Собственно, так же неплохо, как откупили и вот здесь. Посмотрите, после чего был отскок. Поэтому, да, вот мы сейчас уже имеем дело с этим отскоком. И хочу добавить для тех, кто, может быть, не знает просто еще, я уже все уши вам прожужжал, что на бирже Pionex можно торговать также эфириум BTC. Не только к доллару, на фьючерсах. Причем здесь не только эфириум BTC, BNB BTC, XRP BTC, Tone BTC. То есть вы можете держать в обеспечении биток, торговать при этом эфиром к нему и даже к эфиру. Здесь есть рынка не только к битку, но и к эфиру. Ребята, можно торговать к эфиру, вон доуч, Uniswap, Cardano, что хочешь. Так что обратите свое внимание, биржа Pionex очень прикольная. В плане интерфейса дико похожая на Bybit, но с рядом уникальных фишек. Опять же, здесь не только эфир BTC, но можно также BTC и эфир торговать. Цена BTC и эфир сейчас, допустим, 24,7 эфира за один биткоин. Недавно была 26. Поэтому здесь очень много интересных пар. Это скорее, если вы хотите накапливать эфириум, то вам сюда. Хотя это, по сути, один и тот же график, просто перевернутый. То есть, если вы хотите, да, если вы хотите накапливать биток, то вот вам сюда. Да, а так-то, пожалуйста, short, long его можно хоть по хеджу. Но в целом формируется параболическая структура. Похоже, что уже на 5 минутках, но это все ерунда. А мы с вами отдаляемся на час, отдаляемся на 4 часа. И вообще отдаляемся на другую программу, которая называется Adobe Premiere, в которой я, собственно, только что разрезал это видео, чтобы вам об этом рассказать. И дальше включаю, продолжаем его смотреть. Кто еще этого не сделал, реально сделайте, перейдите по ссылке в записании на Pionex. Плюс до 350 USDT бонусом вам прилетит. Ребята, 200 USDT депозит делаете. Потом покупаете эфир на них на споте или что вы там хотите, торгуете. Биток к эфиру, покупаете биток. А там вам прилетают на трейдинг ботов, ребята, депозиты крышесноснейшие, которые можно включить. 350 USDT прилетает, если за проторгованный объем еще и за небольшой депозит. Их можно направить на трейдинг ботов, включить. И вам прилетает, ребята, 350 USDT подарком на фьючерс ботов, которые можно включить. Вот они колбасят в плюс уже все, посмотрите, просто нереально круто. Вот эфирный бот в 10-м плече, посмотрите, идет четко наверх. Так что, ребята, все подробности по ссылке в описании, переходите, нажимайте. Нажимайте здесь участвовать, главное также, если вы торгуете еще. И забирайте призы. Ну, а мы продолжаем, собственно, слушать, что нам говорил Бенджамин Коуин. Потому что чувак знает реально, о чем говорит. Если вы не в курсе, это тот самый человек, который создал вот этот сайт IntoTheCryptoverse. И все эти кучу прекраснейших, совершенно крышесноснейших метрик, которые мы с вами и смотрим на нашем канале регулярно. Поэтому, если вам тоже нравится криптоконтент, не приходите мимо, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, телеграм, проверяйте, что вы подписаны на колокольчик. У нас контента просто закачаешься, ребята. Вот также мы ведем стримы с живой торговлей, где показываем все вот это. Так что, ребята, обязательно просто подписывайтесь к нам. Нас мы пробили 100 тысяч, не так давно, 102. Вот уже идем к 103. Так что, друзья, давайте поднажмем и пишите хорошие комментарии. Таким образом, вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который у нас проходит тоже периодически на стримах. Все сказал. Возвращаемся к видео от Бенджамина Коуина. Погнали. И вы себя обманываете, если вы думаете, что сможете это подгадать. Потому что я чувствую, что я не смогу. И мне кажется, я один из немногих людей, ребята. Я много ошибаюсь. Много. Если бы я перечислял все, где я ошибся за последние пару лет, это было бы видео на 10 часов. Воспринимайте это как одну из вещей, где я не ошибся. Я говорю вам, я не знаю точно, где будет но. Но, как я говорил, годы, я верю, и я все еще придерживаюсь этого мнения, что дно под точка 0, 4 и точка 0, 3. Вот где я думаю дно. Но я не знаю точно, где. Не знаю. Можно предположить, что дно уже было. Прошло примерно 8 недель, 2 месяца. И мы дошли до цели. Ну, то есть, с ясным сознанием я не могу сидеть здесь и сохранять медвежий настрой вечно. Есть вещи, которые меня озадачивают. Буду честен. Есть вещи, которые несколько озадачивают. И одна из этих вещей, это тот факт, что пары альткоинов к биткоину все еще не пошли по курсу. И еще одна вещь, которую надо помнить, это то, что... И это меня тоже озадачивает. Это то, что в прошлом цикле эфириум к биткоину нашел дно после того, как Федрезерв развернулся в сторону количественного смягчения. Проблема в том, что Федрезерв только что выпустил заявление. Вот оно. О том, что Федрезерв продолжит сливать ценные бумаги со своего баланса. То есть они говорят нам, что количественное ужесточение не закончено. И в прошлом цикле мы знаем, что эфириум к биткоину не нашел дно до смягчения. Для меня, я даже не знаю, как это оценивать. Сказать «окей» и просто подождать до количественного смягчения. Проблема в том, что следующее заседание только в ноябре. Возможно ли, что эфириум к биткоину будет стекать до ноября? Является ли это возможностью? Я скажу, что я думаю, скорее всего произойдет. Вот что я думаю. Я думаю, что в какой-то момент скоро эфириум к биткоину отскочит. Я не знаю, когда. Я не знаю точно, когда. Но где-то в следующие пару недель он, скорее всего, отскочит до ленты поддержки бычьего рынка. это то что я думаю произойдет в какой-то момент в следующие пару недель он отскочит к ленте поддержки но я думаю что он будет отвергнут на первой попытке так же как он был отвергнут в 2016 и так же как он был отвергнут в 19 и потом что я думаю произойдет это я думаю что он опять спустится в ноябре-декабре и сформирует либо увеличенный минимум как в шестнадцатом двойное дно как в девятнадцатом или может быть уменьшенный минимум если эфириум к биткоину просто хочет сделать то что было в прошлом цикле где дно происходит когда происходит смягчение в то время как это может быть так я думаю что можно сказать что даже если он установит уменьшенный минимум в четвертом квартале скорее всего не стоит наблюдать за нынешней оценкой эфириума к биткоину от .04 без каких-либо действий и мне сложно с этим честно потому что я хочу чтобы вещи сошлись я хочу чтобы все это имело смысл и рынки никогда не будут иметь идеальный смысл но я смотрю на это и думаю как это может быть как может быть что альткоины к биткоину все еще на .38 похоже что они отвергаются лентой поддержки похоже что они отвергаются тем что было поддержкой до этого но они все еще не свернули вниз и в прошлом цикле они свернули до того как это сделал эфир так что это сложно сказать точно зная что альткоины к биткоину все еще не двинулись есть часть меня которая также думает как это соотнести с доминацией биткоина которая все еще не на 60 процентах но как вершина будет на 60 процентах если альткоины к биткоину еще не спустились на минимумы а доминация уже на 58 с половиной один вариант как это может произойти это если эфириум к биткоину отскочит и альткоины к биткоину пойдут вниз потому что последние пару месяцев мы видим как эфириум к биткоину падает альткоины к биткоину нормально себя чувствует что если мы это развернем что если мы дойдем до точки где эфириум к биткоину отскочит но альткоины к биткоину покажут слабость наоборот от того что мы видели последние пару месяцев. И это может быть способ, которым доминация все еще будет расти, но она не пойдет на гораздо более высокие уровни, чем 60%. Различные активы находят дно к биткоину в различное время. Есть этот аспект, который тоже стоит помнить. Есть еще одна вещь, на которую можно посмотреть, чтобы получить больше информации, посмотреть на дневной таймфрейм. Посмотрите на 50-дневный мувинг. Когда эфириум к биткоину вошел в последнюю фазу капитуляции в 16-м, как только эфириум к биткоину поднялся обратно к 50-му, было дно. Дно было. В 2019-м, как только эфириум к биткоину, после пробития минимума области, это важно, после пробития минимума области, как только он поднялся к 50-му, было дно. Итак, где мы сегодня? 50-дневный простой сейчас на точка 043. Немного ниже. Точка 04287. Так что я сказал бы вот что. Я не знаю, когда будет точно дно, но когда эфириум к биткоину поднимется обратно и пересечет 50-дневный простой, будет высокая вероятность того, что дно было. Я бы сказал, когда это произойдет. Когда вы увидите, как он пробьется через 50-й. Довольно хорошая индикация того, что было дно. Как вот здесь. Вот здесь мы пересекли 50-й и дно было. Причина, по которой это может быть сложно, в том, что когда это произошло в 19-м, биткоин падал. Эфириум рос к биткоину. Но это было потому, что биткоин падал быстрее, чем эфириум. И, наверное, поэтому людям было не важно. Но я говорю вам, это важно. Особенно, если вы оцениваете свое портфолио в Сатоши. И, ребята, я надел свою шапку биткоин максималиста три года назад. И я не буду за это извиняться. Я тогда сказал, что это произойдет. И некоторые поверили, некоторые нет. И люди, которые не поверили, сейчас ведут себя так, как будто они были правы. А те, кто поверили, мне кажется, чувствуют себя удачливыми, что они оставались на пути так долго. И это мои взгляды. Еще одна вещь, которую, мне кажется, стоит сказать, это вот что. У нас был только один цикл увеличения ставок, который мы пережили на эфириуме к биткоину. И он может предоставить некоторый взгляд на то, где может быть дно. Есть одна идея о том, что эфириум к биткоину находит дно, когда возвращается смягчение. Это одна идея. Но давайте предположим на минутку, что мы не знаем, когда будет смягчение. Давайте предположим, что правда, мы не знаем. Но давайте предположим, что мы даже не знаем, что это имеет смысл. Давайте предположим, что все, что у нас есть, это эфириум к биткоину и эфириум к доллару. Два графика и больше ничего не важно. больше ничего не важно цикл не имеет смысл что делает федрезерв что важно это только эфириум к биткоину и к доллару и то как это относится к пониманию инвестирования в эфириум и все что я хочу знать что график говорит мне о том когда было дно в прошлом цикле забудьте о смягчении о ставках обо всем представьте что это уже отражено в графике если вы об этом так думаете вы получите довольно интересную историю помните вот этот клин если соединить точки и как я говорил о том что эфириум к доллару пойдет обратно в клин когда будет средств ставок и действительно это именно то что произошло прошло много времени да это был нелегкий путь но посмотрите на это соедините точки разве это не выглядит как то же самое что было в прошлом цикле просто более крупная версия не видите как вот это то где был средств ставок и вот где он произошел сейчас это практически невозможно отрицать что это точно то же самое просто более крупная версия и если вы наложите я только что говорил что не буду говорить о ставках но если вы наложите ставки вы можете видеть что здесь федрезерв срезал когда эфириум к доллару падал под клин и сейчас вы видите что эфириум к доллару сложно оставаться в клине давайте еще раз забудем про ставки и так на этом графике когда эфириум к доллару нашел дно на этом графике это не о ставках не о денежной политике и смягчении не об этом забудьте где на этом графике было дно было ли оно когда эфириум к доллару был в клине или после этого догадайтесь дно было первый срез был вот эта недельная свеча вот здесь был первый срез эфириум к биткоину нашел дно после коррекции которая была после первого среза ставок эфириум к биткоину нашел дно вот тут вот где было дно в сентябре 2019 и так технически дно было через пять недель после первого среза ставок пять недель теперь это также соответствует началу смягчения через пять недель следующее заседание федрезерва опять я говорю денежной политики сказал что не буду но следующее заседание 7 ноября примерно через пять недель так что должно быть любопытно вне зависимости от того факта что федрезерв сказал что они даже не думают о смягчении они продолжат ужесточение есть ли шанс где будет остановка ужесточение в ноябре это будет примерно через пять недель и это будет именно то где эфириум к биткоину нашел дно в прошлом цикле причина по которой я мало в это верю в том что как я показывал ранее в шестнадцатом и девятнадцатом эфириум к биткоину нашел дно через семь восемь недель после пробития минимума и мы на восьмой неделе противовес конечно же то что в прошлом цикле клин который был сформирован гораздо быстрее отыграл вот здесь в прошлом цикле этот клин отыгрывал 34 недели а здесь в этом цикле этот же паттерн отыгрывал в три раза дольше примерно в три раза больше на тот же паттерн так что есть аргумент что это может занять больше времени так же как и занял больше времени что я бы сказал это вот что если эфириум к биткоину продолжит просто медленно спускаться вниз медленно и вы смотрите на эфириум к доллару и он тоже падает скажем в следующем месяце мы уже заканчиваем этот месяц через полтора недели и если это последует шестнадцатому то этот месяц будет зеленым и в прошлом цикле мы увидели как биткоин две недели летел после среза ставок и это уже конец месяца так что если это отыграет вот так эфириум к биткоину не найдет дно на этой неделе скажем мы будем в октябре эфириум к биткоину продолжает падать и мы думаем что происходит это может быть потому что он следует этому паттерну где дно происходит после первой коррекции после падения под клин это может быть то где будет дно если дна не будет скажем в течение следующей недели проблема ну то есть даже тогда июль против сентября это не была большая разница ну то есть вы говорите о покупке эфира на точка 019 против точка 016 вы думаете кому-то было важно через два года купили вы здесь или вот здесь абсолютно нет но в краткосроке вероятно это все о чем думали люди я тоже только об этом думал у меня иногда с этим проблемы я склонен фокусироваться слишком много на вещах о которых никто не волнуется и слишком мало на важных вот почему я пытаюсь сказать ребята я понимаю что мое предпочтение это оценка в биткоине но я также понимаю что у многих из вас предпочтение к оценке в долларе поэтому я хочу быть ясен есть сценарий где фильм к биткоину находит дно а потом вы все равно видите как эфириум к доллару падает это может произойти если биткоин к доллару падает есть также сценарий где биткоин к доллару растет в четвертом квартале как в 2016 и в 2020 эфириум просто не поспевает потому что обычно биткоин показывает себя лучше чем весь рынок в четвертом квартале четвертый квартал это квартал биткоина и даже в годы где доминация если вы посмотрите на доминацию без стейбл коинов доминация без стейбл коинов посмотрите на возвраты от начала года до даты в двадцать четвертом и сравните с 2016 и двадцатым никак не похоже на эти годы из-за денежной политики тогда была другая денежная политика в шестнадцатом и двадцатом доминация была на 15 процентов ниже годового открытия в этой точке года но в этот раз она на пятнадцать процентов выше вот тебе и качели это то почему люди встречали год халвинга говоря вы знаете что о моих взглядах об эфириуме к биткоину ты не знаешь о годе халвинга где они сейчас все что я вижу это то что эфириум к биткоину на .038 и они поносят эфир и постили бычку о нем на .08 этот график показывает что денежная политика важна если вам интересно почему доминация все еще растет вне зависимости от среза ставок то же самое было в прошлом цикле доминация биткоина не нашла вершину пока не прошло пять недель после первого среза и это сошлось со смягчением все это может произойти к ноябрю но это еще не произошло мы видели что доминация биткоина установила новый пик цикла и мне было интересно будет ли пик доминации вот здесь потому что если вы наложите вы можете видеть что доминация получила пик в одно и то же время но я все еще верил и все еще верю что доминация пойдет выше потому что пара альткоинов к биткоину должны все еще спуститься ниже и мне было интересно обогнал ли рынок себя в девятнадцатом а потом консолидировался а в этот раз просто медленный подъем где в итоге он пойдет выше но не так быстро я не думаю что он пойдет сюда я думаю что вероятно будет вершина раньше но это график на который нужно по крайней мере поглядывать когда я думаю об эфиреуме к биткоину когда я думаю в эфиреуме к биткоину я думаю вот что я думаю что многие люди жестко меня критиковали последние пару лет за то что я был медведем даже учитывая что я объяснил свои причины я пытался быть рациональным я говорил ребята это не то чего я хочу это просто что я думаю произойдет и теперь это произошло и теперь я говорю вам что я думаю произойдет и я думаю что эфиреум к биткоину найдет но до конца года и будет расти в 2025 я думаю что если эфиреум к биткоину отскочит скоро это все еще может привести к тому что эфиреум к доллару будет падать в четвертом квартале также как это было в 16 и 19 и это также были годы где эфиреум к биткоину пробились вниз это мои взгляды это всегда было моими взглядами я не менял ничего единственное что поменялось это мнение людей но это мои взгляды посмотрим что произойдет я буду придерживаться мне кажется эфиреум к биткоину найдет дно между .03 .04 я думаю что это произойдет до конца года я думаю что в следующем году эфиреум к биткоину будет наконец расти давайте скажем вот что в краткосроке я определенно более бычий на эфир к биткоину чем на эфиреум к доллару и я понимаю что эфиреум к биткоину может пойти немного ниже перед разворотом я думаю что основная проблема с эфиреумом к доллару в том что ему все еще нужно бороться потенциально с тем что мы видели в 16 и 19 где четвертый квартал в итоге был красным даже учитывая что никто так не думал и люди говорят мне как эфир может упасть в четвертом квартале этого года это год халвинга и я не знаю он упал в четвертом квартале 16 и это был год халвинга так что почему не может в двадцать четвертом может легко особенно если он последует шестнадцатому или девятнадцатому ну вот почему это сложный рынок причина по которой он сложный в том что я вот сейчас выпускаю видео говоря что эфиреум к биткоину скорее всего найдет дно и кто-то вероятно неправильно это поймет и подумает что я говорю что эфиреум к доллару не может падать четвертом квартале а в моем лучшем сценарии эфиреум к доллару вероятно упадет в четвертом квартале но чтобы быть ясным я думаю что эфиреум к биткоину найдет дно до конца года я думаю что к доллару он может пойти ниже в четвертом квартале если эфиреум к доллару не пойдет ниже в четвертом квартале то давайте будем надеяться все меня не поняли и подумали что я говорю об эфире к доллару а не к биткоину но это мои взгляды спасибо Спасибо, что посмотрели, это было очень длительное путешествие и мне кажется оно наконец подойдет к концу в следующие пару недель. Будем на связи, посмотрим что произойдет, посмотрим как низко он нападет и кстати еще одно. Если возьмем Фибоначчи от этого первого пика, я за этим давно слежу, вот здесь была вершина и потом дно вот тут, еще одна вершина вот здесь и теперь мы очень близки к этой попросту вершине 16-го. К единице и я говорил, что худший случай, самый худший случай, это если он пойдет на точка 03 и я думаю, что основные зоны, где он развернется это либо здесь плюс-минус пару процентов, либо худший случай вот здесь, если он пойдет сюда, это будет попросту то, где он был перед взлетом. Это мои взгляды, спасибо, подписывайтесь и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok